привет друзья лечу в Харьков мероприятие очень серьезное предстоит по крайней мере ребята обещали что будет экшен четкий я думаю они оправдают наши надежды сейчас заеду к одним маньякам пересяду к ним и дальше мы уже вместе полетим мероприятие практически в Харькове Песочин это на въезде никогда там не был в плане оффроуда ну а так был когда-то давно еду по Броварской трассе вот уже Киев проехали видите количество машин какое-то нереальное просто суббота не суббота уже воскресенье не воскресенье просто машин все больше и больше в Х7 хорошо едет все все четко мне надо быстро доехать до этих маньяков тоже куда-то люди что-то везут а нет это на рыбалку тоже хорошее мероприятие звонил Женя пару дней назад но нужно было к Володе сходить обратиться к нему с предложением не трогать малый бизнес на рыбалку я не попал ну Жека говорит объездил все заливы все рыбные места глухо как в танке так что ничего ну по прокатиться по местам детства было приятно но не не получилось вот тут как перегородили такое что-то тут мост или красят или чинят а навес будут делать на мосту ох ты елки это конечно самое необходимое мост через который ходит наверное человек 20 сутки ну может я ошибаюсь конечно может 120 ну это максимум я думаю я думаю даже 120 наверное не ходит особо некуда ходить с птицефабрики в лес и обратно нужно было на час раньше мне выехать где-то вот места известные что-то тут у Макса сломалось и мы тут оставляли его машину давно это было ну не очень давно но было сейчас на окружную видите какой плотный трафик куда все едут суббота вечер непонятно прошло и 20 лет и мы по ровной дороге едем аж не верится просто какая-то фантастика когда едешь по такой дороге понимаешь почему у людей ходовая я вам расскажу сейчас вспомнил момент у меня была BMW 34 кузов я на ней отъездил где-то 120 тысяч я на ней проехал покупал я ее в 2001 или в 2000 не в 2000 кажется да в 2000 я ее покупал там в 2006 или в каком-то продал но не важно суть не в этом суть в том что отъездив я проехал на ней не помню 1050-60 наверное может больше решил ну пришло время поменять ходовую загнали на станцию сняли наконечники рулевых тяг а все со значками BMW ну кто в курсе все запчасти на которых значок BMW там Volkswagen это оригинальная запчасть установленная с завода то есть никакую запчасть вы так не купите на которой есть значки то есть это однозначно говорит что наконечники были родные и тяги тоже кажется я уже просто плохо ну наконечники я четко помню ну то есть в чем суть что машина ну понятно что качество было обалденное но машина отъездив здесь она я отъездил грубо говоря там лет несколько до меня старый хозяин еще ездил то есть ну и в Германии она там лет 10 до нас ездила или 9-8 не важно в общем долго и качество запчастей ну и уровень дорожного покрытия вот если такой асфальт везде ну какой износ ходовой может быть никакого не амортизаторы ни шаровые ни наконечники ничего не изнашивается по вот такому асфальту ну а так как у нас ездишь по направлениям то соответственно так и получается так вот выезд из Княжичей танковая направо мы прямо какие еще мысли при движении по такой дороге думаешь были везде такие дороги это любое расстояние 500 тысяча километров вообще не вопрос о смотрите вернулись в реальность вот сейчас мы в реальность попали все в латках хорошо хоть в латках без ям но есть там чуть-чуть но после зимы залатали прошлый в прошлом году было жесть зимой весной в этом году 100-200 километров по идеальной дороге вообще не расстояние топливо дорожает курс рост потом упал на 50 копеек аж практически да что-то такое происходит какой-то хаос ну в принципе у нас это часто тут мы на луазе 120 валили с алесем луаза субару который ну так на нем ну уверенно так он на нем валит хорошая управляемость ну база короткая говорит больше 140 уже реально даже по хорошей дороге ну да аэродинамики особой нету при тех скоростях уже да где-то мы тут с ним прокатились потом ушли направо и вернулись к нему классная погода сейчас давайте что у нас здесь плюс 12 вот расход кого на бмв интересует вот городской цикл 9,5 9,9 в принципе как все говорят продай эту машину она ломается она там еще что-то она уже старая она плохая вот такой уровень комфорта расхода топлива управляемости сложно что-то купить ну плюс удовольствие за рулем это бмв это не залупазл перевезли вчера мотор от Сани мой который ну в этой машине стоял под этим красивым длинным капотом смотрите какой асфальт вообще просто аж не верится что у нас могут так ровно его да тут такая поддолбанная вся дорога это барварская окружная ну все уходим сейчас в сторону маньяков в оффроудную столицу там перепрыгиваем и летим дальше если успеем а не успеем придется самому дальше тулить точнее догнать их где-то по дороге да так вот вчера мотор перевезли от Сани я пока там дверь открывал чтобы его положить прийти помочь ребятам выгрузить два студента схватили м57 вдвоем как-то несли они его втроем наверное или в четвером там машину тут вдвоем хватает но два крепких студента таких схватили вынесли то есть реально все-таки не очень тяжелый мотор хотя блок чугунный но остальное все алюминиевое в сборе двигатель но без навесного с навесным с навесным я вам скажу и от запорожца тяжелый там что-то 110 килограмм что-ли или 120 даже где-то я недавно смотрел технические характеристики да тут конечно поближе сюда нам ехать ну такая тянучки постоянная здесь сейчас обгоним пару машин это нам не сильно поможет какой-то просто поток навстречу автомобилей какой-то нереальный непонятно куда они все едут суббота вечер в Киев наверное просто просто вереницы такие так а нам еще километров сто с копейками тулить просто невозможно обогнать автобус который едет 80 такой поток идет так долетели мы сейчас ждет нас серьезный джипер на конкретном внедорожнике и мы дальше продолжаем движение к месту завтрашнего старта подожди я пристегнусь Игоречек ё-моё какая скорость куда мы едем охренеть тормози ты шо там он кто-то едет а тут знает что ты едешь тормози это какой-то ночной клуб или шо куда мы приехали ох этот маньяк тут конечно меня возит страшно просто вся жизнь прошла перед глазами вы раз 8 пока ты меня тут вез прошла перед глазами раз 14 мы тут на мигающий зеленый прошли ёханы баба Игорь мы на двух колесах едем ты шо да вот этот знакомый перекресток блин горыги до прилуг добрались блин горыги блин не нажрутся никак тоже работал карантин да да разносчики коронавируса основные уже забыли забрали Леху опять опять примана Харьков уже точно это на Харьков уже летаем на Харьков фух блин Игорь я тебя прошу блин заправка ты забьешь ёханы бабай шо он исполняет тут вообще слышите а тебя 14 раз уже лишили прав блин пока мы тут два раза повернули блин ёханы бабай я тут снимаю сюжеты а надо я че-то затупил надо снимать там красный ты видишь хоть светофор да нет он не успеет а где ремень есть ремень в машине чуть не переключился переключатель сломался подожди я пока пристегнусь пока мы заклинил заклинил да не не отклинил а он знал что тебе надо успокоительное принять на красный пока ты стоишь есть парсен какой-то лёх надо парсена ему дать тройную дозу блин ты чё а я думаю чё он блин пиктусин нет так экскурсия по ночным прилукам продолжается шо это смотри это джип джип охотники охотники лу а да так открытие весной вроде или не в августе открытие а да слышишь короче ремень я нашел но куда его пристегивать нету этой да штуки ёлки-палки короче ремень пристегнуть не удалось Лёха может поменяемся что-то я очкую тут блин это жесть вообще это блин ночные прилуки экскурсия слышь ты меня какой-то не той улицей повез тут темно нет да экскурсия с прилуг в Харьков да экскурсия дороги инспекция я еще переживал думаю там дорога наверное плохая но на этой машине с этим пилотом пофиг вообще какая дорога а шо он везет какие-то запчасти на внедорожник да вроде да сотри вообще сколько там маховик какой-то большой да это мотор наверное а я что это за номера и блин не ну реально было страшно тут я не все снял но уже покажу что снял короче ого какая машина валдайч ого ты все марки знаешь я задрю да о это мы как едем на это на спец участок можем кстати проехать да по дороге протестировать там где монстр трофе было это же мы по той дороге идем я все места тут уже знаю как дома практически хоть бы доехать до Харькова не начать заикаться вот это я переживаю просто видео будет некачественное тогда так а что что доперять она понятно что он прошел что ты куришь просто сигареты потому что как то это скорость начала увеличиваться опять ты хоть выключай там люди ё-моё в общем экскурсия по ночным прилукам завершена да выехали уже а это что уже за население население асфальтный завод а точно это вы по запаху определили я тоже понял ой блин а что с асфальтом проблемы тут реально говорит асфальтный завод подожди тут где-то в тумблер я помню был о смотрите какая классная вещь для специально для съемки сделана это операторская машина смотрите логотип клуба на капоте даже с вертолета даже видно было да какой клуб едет короче кто на крыше на крыше тоже есть а у вовы да но у него машина ниже просто нормально валим да ты шкоду не обгонишь это очень быстрая иномарка елки говорят шкода посмотрите на эту дорогу дороги нету а как то шкода так быстро едет тоже внедорожник наверное взял взял у соседа проехать колгосп колгосп надо с фирмы далеко до харькова не видно еще да за пирятином недалеко а то пирятин светится вдалеке или нет да 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 о тут столбики 176 километр елки палки слышь мы как-то ехали откуда мы ехали мы возвращались с харькова а вы ехали как раз пирятине вы развернулись я вас видел в прошлом году а откуда мы ехали а мы а мы с этого мы с мрф ехали а вы куда-то а вы куда-то в ту сторону я не помню почему да да вы на финал куба поехали а я ехал на Киев уже вот тут поворот на удальце да дальше ты тут каждый поворот знаешь да там мужичок такой стоит памятник да вот это мы валим просто на этой машине как на самолете какая у нас скорость 110 на мостах 79 Toyota как в Танзании вроде мы в Танзании да похоже что-то там тоже все на таких Toyota какой 92 год или что-то только все только все сказать все ходовая 73 и все остальное тоже и козет и подвеска и мосты да так мосты тоже поменял да все поменял короче так друзья мы где-то тут мы где-то в чистом поле почти пашня хорошо Игоречек начинает ремонт блин какой мотор классный конечно и сухо все да и кузов хороший а что по кузову хорошая эта машина а по соли по этой ну тут красивая вверху вверху красивая ну не битая да не крашена крашена не крашена а вот тут есть мне нравится размер этого фильтра ну да маленький такая бочка ну правильно хорошему мотору надо дышать а два аккумулятора я ищу где второй что помогать давай я попробую подожди чего в ту вот так вот сюда да точно блин подожди черт барашек не неудобно надо левой левой рукой у меня слева на левой руке палец попал передрягу не левой как раз будет удобно барашек говорит зажигалкой буду откручивать главное не включи зажигалку чтобы не сгорела тойота еще завтра ехать надо что-то ночью так свежо да а еще не ночь еще вечер полвосьмого где-то открутил зажигалкой блин и курить зажигалкой это да то не ну это тойота тойотовит со стажем что ты хочешь турбо что-то начало чуть-чуть руки прокачали чуть-чуть дергаться бак бак не новый какой 92-й год машина да за столько лет там что-то подсобралось да фильтр запасной есть а есть вода ты че кидай на фитрухе скапывай ну пошло чуть-чуть да воды правда не было грязи было много да уже разливали что все починил сейчас подожди есть вода так фильтр пока наберется топливо красивая машина бардачок есть что это запчасть трусы да а он у него масок а пульта елки да это с машиной дед ты отдал маски да все прокачалось ох елки все теперь опять надо пристегнуться поехала да до Харькова такая дорога не там делали с Полтавы ты че там уже сделали наверное хорошо пошла да да летим как на ракете дорогу сделали на Харьков просто ну до Полтавы по крайней мере а мы же едем почти везде разделенка там чуть-чуть было где делали да красота Полтава 272 километра от Киева Полтава уже недалеко 337 я помню с детства ну вот она Полтава блин Грега Грега захватила блин весь этот всю Украину ты посмотри какие дорога слушай я помню сюда когда заезжаешь сон пропадал нахуй да в этом месте сон пропадал и до Харькова уже уснуть ты не мог уже да а посветка на полу да не ну ты что тут продвинулись серьезно за эти годы на барык он просто не знал что это шутинок знал он блин сотрен тебя вставил да полтава винницкие номера да в Полтаве да винницкий винница это Полтава так все не вставишь его да а ему нельзя в левую полосу да наверное а он тебя ждет просто ему самому не интересно не хорошая машина хорошая автобус тоже хорош двухластный сзади тоже может с нами да посмотри тут елки-палки как на новый год пешеходный переход тут авторына где-то был слева помнишь но уже тут ничего нельзя узнать я по ямам мог определить где понял да да а так ничего непонятно даже последний раз мы на соревнованиях когда-то были Крис Криса Котлета была еще там пару машин года три назад четыре не помню может больше уже надо посмотреть в ютубе короче так уже с того времени ничего не узнать о макдональдс был тогда я помню точно а это вот этот большой перекресток центральный привет вот какие-то люди пришли а где вы тут взялись елки зеленые человечеки везде привет слышишь этот чинит тойоту всю дорогу это ж не нее а я понял я под видом что я подсвечиваю понял снимаю видео втихаря смотри как чинит сейчас будет я специально включу тихо не онлайн так это мы потом будем показывать уже в мире животных не пролазит голова с огурцами проблемы у тебя были открыть бак а я открыл или нет я не знаю ты пошел открывать то давай нивой дотащим уже он нива приехал и расход будет нулевой шо бак не наш дуй они не они так дуть не смогут как ты бульчить подожди ты что-то не краснеешь дуй сильнее куртка куртка кратка бульчить это я версию выдвинул что заборник может забиваться понял а что бы она не бурчала как ты 3 литра залив фу бля соля я просто понял че бульчить я предложил долить 4 литра больше 3 нельзя так да так дело то что я как ты сказал полтора литра это бутылка три литра это банка ты видел номера какие у них ты видел да это бокалы прописка чек есть правдивца есть бокалы и буквы одинаковые ты видел и цифры одинаковые так надо было не так смотри надо было СВ 05 СВ потом опять 05 а так можно было я же не знал ну я не знал так сделаю а что не бокал а бокал можно заказать ну ладно конец фильма что напился солярки солярки напился а ты туда так мы где-то уже заезд в лагерь но тут хорошо влажненько да да включил освещение видно хорошо Ниву ну можно фильмы начни снимать с таким освещением да ну ты что можем уже в Голливуд ехать так ну долетели нормально километров от Киева 450 ну да да я уже 500 наверное блин короче мы где-то уже развернулись это какой уже второй второй тупик вторая попытка попасть в лагерь я знаю вроде он мне говорит может починил но так ищем лагерь это обе сломаны попытка попасть в лагерь о смотри хорошая дорога пошла что ты рассказываешь на 20 метров шире чем там ну да но все равно уже лес тут дрова есть там вообще какие-то были места глухие красивая Нива посмотри в миллиметрах ёхан и бабай как я вовремя включил камеру да по трассе 110 валит блин вообще с этим лафетом лафет белоцерковский да 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 по качеству высокий то влезет наверное не будет по проверке да не проходит да ну далеко там пошел пошел проходишь вон нормальный тут триал такой да уже между деревьев для латика пошла да готова блин какие-то я думаю вот даже не разрушаться глушник да и него не поломал и него целое четвертую не надо включать да какие-то места глухие вообще в зоне особого внимания где-то тут снимали наверное в зоне риска наверное он странно будет чуть-чуть блядь он да вышки какие-то где мы на асфальт уже вышли ага бетонка какая-то смотри шикарные места куда ты гонишь так мы потом не найдем давай лазер а где тут ручка что ли елки стеклоподъемник ручной по сигнале третий заправиться смотри какой пейзаж красивый какой-то мост это мы через речку доедем а вот какие-то указатели гмк металл металлом торгуют ты шо тут чермет металл все тут и афроуд будет все рядом где-то мы уже завтра завтра близко сколько время сейчас посмотрю 4 ски они 8 минут до завтра 4 выехал так мы быстро вообще валим как особенно про луки проскочили хорошо что сидит седина не проступила так вот эти места трассы ленту не рви а вправо посмотри вправо давай посмотрим что ну так вот это ж наверно тут где-то блин тут какой-то высоковольт на немало зэ о хорошие места да нормально все ты посмотри что он исполняет тут блин а вот тут открыто вот наверно да так ты уже по трассике поизучаешь запоминай что смотри дисквалифицируют сейчас дисквалифицируют ага вот дорога смотри идет ё-моё блин тебе же нельзя пускать на такую дорогу ты сходишь с ума тут низко можно проехать по ленте да я понимаю что можно до готов выехать там не где-то есть подожди давай я на карте посмотрю стой так друзья тут какой-то экшен уже идет просто бокал готовит трассу для этих блин чтобы жратва не выпала главное я понимаю Леха а он кто-то ходит так ну я не пойму тут воды немає нам надо оставаться было тут там везде а мы же на речке по сути по на карте показывает что мы по речке ездим но высохла все игорь не гони так куда они по речке трассу это вторая трасса куда они по речке тут везде ленты ну вот вот иди по дороге вот сюда вот тут наверное мы сюда а Вова куда сюда злофет ну снимет или а да а это мы по трассе уже херачим это что уже гад не вот тут надо вставать а я сниму на данном надо чтобы бус был да а что там посмотри вон березки видишь у нас был ориентир березки он начался завтра уже да потащи дима там все вот это настоян продолжаем поиск опа да он есть вот там переедь аккуратно чтобы не порвать я думаю мы будем шукать на у гвозу чем расклад на расклад это и работать работы мы в челюсть я сам хочу в челюсть а ну стой ты не так в челюсть подожди это уже река а ну дорога тут нету дороги и охранный баба этот оффроуд начинается покатались ничего так не нашли особо вот нормальный пятачок между кусками трассы мы тут не мешаем становимся пока здесь накатались в принципе нормально будет ужин щас серьезная машина готова завтра будем две машины даже в одной мы тоже участвует ну и него всемирно известная зеленая движение 3 час ночи покушали еда приехала еще там тоже люди подъехали собирается движ него едет на кухню чтобы на кухню не заехал сразу а и и и и и и и и и Да, ладно, давай, давай, давай! Ещё, давай, давай, назад!